Привет всем хорошим людям, слава Украине, живи Беларусь. Друзья, я сегодня хочу вам рассказать очень страшную историю, которая в течение дня развивалась в Республике Беларусь. Она настолько страшная, что я должен и обязан вам это рассказать. Знаете, вот после выборов в Америке весь мир прикован к выборам в Республике Беларусь. Они пройдут 26 января, через неделю после инаугурации Дональда Трампа. И так сложилось, что на эти выборы прорвалось неожиданно 6 спойлеров к Лукашенко. Они все либо представители КГБ, либо Министерства обороны, либо МВД. Там просто другого населения нет. И все эти независимые кандидаты начали тяжелейшую борьбу с диктаторским режимом. И коварный диктатор, несмотря на то, что он полетел в Азербайджан на конференцию по изменению климата, это я вам тоже покажу, он там много наговорил. Он через своих силовиков произвел умопомрачительное давление. Знаете, еще белорусы буквально неделю назад обсуждали, за какую табуретку, за какой чемодан нам проголосовать, чтобы снести этот диктаторский режим. Уже кто угодно нам все равно, только не Лукашенко. И вдруг сегодня даже из этих несчастных своих специалистов Лукашенко решил начать выдергивать людей. И для белорусов поступает в обед первая трагическая новость. Бывший генерал Бобриков, он же советник там какой-то идеологической работы, вдруг неожиданно в обед выходит с громким заявлением и говорит «Уважаемые белорусы, я знал, что я бы победил на этих выборах, но ко мне поступило огромное количество писем. Мне все пишут от руки, засовывают в конверты, клеят марочки, знаете, ну вот таким старым дедовским способом. И все офицеры просылают письма с просьбой не забирать победу Лукашенко. Они настолько ему доверяют, что просят его не вмешиваться в выборы. И он принял для себя очень сложное, тяжелое решение, он снялся с этих выборов. Знаете, я когда в обед в телеграм-канале писал эту новость, говорил «Да, Беларусь многое потеряла». И тут вдруг я неожиданно узнаю, что они своих спойлеров будут снимать не раз в неделю, но чтобы на выборы дожил только один самый главный. Вот, а решили сносить в два в день. Короче, к вечеру, сейчас, серьезно, к вечеру самый главный пресс-секретарь бывшей МВД, она тоже снялась с выборов, и с очень трагическим лицом она вышла и обратилась к белорусскому народу. Друзья, я хочу немножко, чтобы вы увидели, насколько будущий президент, который мог стать уже через два месяца, дама с какой-то там социальной МВДшной ответственностью обратилась к белорусам. Ну, это, давайте, не улыбайтесь, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно, потому что, ну, это большая трагедия. Был вариант военный «Табуретка», снесли. Был вариант «Чемодан», как там, я не буду, как говорить, белорусы ее называют, особенно ее внутри, там МВДшники так называют. Для тех, кто не знает белорусской повестки, про нее песни складывали на слова МВДшных, ну, прослушки переговоров, что они думают. И вот эта звезда, которая достаточно популярна в интернете, вот, смотрите на нее. Сегодня на заседании правления Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» мы приняли решение, и я его озвучу. Мы абсолютно четко понимаем, что мы достигли той цели, которую ставили перед собой. Мы вошли в электоральную кампанию, мы зарегистрировали свою инициативную группу. И мне хотелось бы отметить, что сегодня действительно мы увидели, насколько четко выстроена наша политическая система. И любой гражданин, в первую очередь патриот своей страны, действительно может участвовать в выборах на самого высокого уровня, в выборах президента нашей страны, в целом в избирательной кампании. Так, серьезные лица делаем. И вот, наш главный фаворит в этой гонке решил сняться. Она дальше полчаса рассказывает, это главные новости, я просто вам обрезал, что у них инициативная группа, у них женщины. И все женщины попросили ее не вставать на пути главного диктатора, потому что это их выбор. Только он спасет страну, только он проведет следующую пятилетку. Никто не может. И вот она рассказывает, что они прошли путь инициативных групп, они должны были выйти на улицы, собрать подписи. Но из-за того, что коронавирусные ограничения еще действуют, из-за того, что нельзя мешать общественному движению, а за ней выстраиваются огромные очереди из белорусов, километровые. Ну вот помните, как в 20-м году, когда белорусы хотели выставить альтернативных кандидатов, вот здесь, в принципе, происходило то же самое. То есть, знаете, так вот, миллионы людей и никого нет. Ну, в общем, она это долго рассказывала, и самое главное, она в конце вообще не палилась. Вот знаете, когда вот, когда власть говорит, люди, вы дебилы, ну, это скажем не мы, а скажет Чемоданова. Мы команда нашего президента, мы были и остаемся этой командой. И самое главное, мы действительно надежны то, тыл, в чем можно, не сомневаться. В этой связи я приняла решение не участвовать в дальнейшей электоральной кампании. За кого они людей считают? Так распинаться, а так пропаганда гнала. У нас там кандидатов в миллион. А кандидат выходит и говорит, да мы же команда. Все идет по методичке, все по сценарию. Блин, я просто ржу. Ну, там у них другое. У них сейчас началось соревнование пропагандистов. Друзья, вы не поверите, кто больше нарисует диктатору Лукашенко. И вот у них есть два ключевых пропагандиста. Озаренок и Игорь Тур. И вот сначала соцопросы начали показывать, что Лукашенко уходит за 80. Уже вся страна на него молится, стоит на коленях бьет челом. И тут выходит пропагандист Игорь Тур. Выпускает целый выпуск, где математически говорит, смотрите, все белорусы, которые против, они все выехали. Мы сделали все, чтобы они уехали. Выгнали, кого не выгнали, посадили в тюрьму. Лишились миллионов. Теперь, а мы там не откроем, естественно, участки для голосования, поэтому голосовать никто не будет. И теперь математически у Лукашенко минимум 94,5% за него. Потому что в стране остались только те, кто за него. И мне кажется, эту битву Григорий Озаренок проиграет. Гриш, если ты объявишь 97, у Тура не будет выхода. Это будет Цуцванг. Сделай его, скажи 97. А так, друзья, очень печально, очень печально. Нету, нету кандидатов больше в Беларуси. Все. Там остался еще так называемый в Беларуси, я не помню, они его называют Пик Дик или как-то Гайдукевич. Это такая помесь Жириновского, только такой, знаете, в зародочной стадии такая мелкая овечка, которая просто очень громко гавкает все время. У него тембр, он все время орет, он пытается копировать. Жириновского, ну, никуда не деться, у того язык был в 100 раз подвешен. Хотя у этого тоже сильно подвешен. Вот. Ну, он дал интервью Советской Беларуси, есть такое популярное издание у беларусов, где заявил, что когда я наберу 90% голосов, я их все равно отдам за действующего президента, все их передам, потому что в его победе я просто не сомневаюсь. В его альтернативности, без альтернативности я не сомневаюсь. Но я прочитаю просто это шикарное интервью. Я просто... Олег Гайдукевич заявил, что если это берет на выборах более 90% голосов, то передаст их все Александру Лукашенко, так как не сомневается во всенародной поддержке диктатора. Ну, президент, он культурный и дает интервью. Ладно, друзья, не знаю, зачем я вам это рассказал. У нас сегодня, знаете, последние три дня такой шахедный террор. Обычно, вы уже, наверное, в новостях читали, они с утра и там уже до рассвета терроризировали нас все время воздушную тревогу. Последние три дня они летают, пусть малыми группами, средь бела дня. И у нас, ну, сегодня практически 24 часа, наверное, ну, 20 точно воздушная тревога. Больше всего жалко деток. Они приходят в школу, только зашли, воздушная тревога, бомба убежища. Были три часа, вышли, через полчаса опять воздушная тревога, опять бомба убежища. Знаете, это такой, я называю, психологический терроризм просто. Ладно, по диктатору Лукашенко. Я хотел вам его показывать, не буду показывать, уже закончу на этом. Поехал он в Азербайджан, раскритиковал ООН, сказал, что вы тут все... Как же он сказал, ну, в общем, я могу только грубо сказать, занимаетесь организмом каким-то, никаких решений не принимаете. Дали всем выступить по три минуты, устроили какую-то показуху. А я же, говорит, самый главный идеолог борьбы за изменение климата. Потому что я, говорит, на полях уже все привел к идеалу. Мои колхозы все работают по стандартам зеленой энергетики. А вот все, что вы хотите внедрить новое, вы нам, пожалуйста, дайте бесплатно все последние технологии зеленой энергетики. И сделайте так, чтобы мы потом от вас не зависели. А виноваты во всем англосакцы, потому что они больше всех делают этих выбросов. И когда он это сказал, я решил проверить, а что же пишет математика и что по итогам вообще, по статистике, кто выбросов делает. Оказывается, 26% мировых выбросов делает Китай. Только 12% делает Америка, англосакцы. И потом пошли. Там на пятом месте Иран, на четвертом Россия и, по-моему, Япония. Больше. А, и Индия там. А он рассказывает, во всем виноват Макрон. Да, он там рассказывал, Макрон не приехал, а он же во всем виноват. Друзья, мы сегодня с вами отправили 10 дронов для 95-й бригады. Пусть хлопцы будут все живые. Украине тихой ночи. А белорусам не знаю, что. Выжить, победить, как объединиться, все зависит только от вас. Я не знаю, как. У вас все сложно. Потому что сегодня вышло расследование Белорусского расследовательского центра. Еще в 2020 году в оппозиционные силы внедрились два Гуровца Лукашенко. И отработали почти 4 года внутри оппозиционных сил. Да, были на мелком уровне, но тасовались внутри всех волонтерских движений. Зайдите, посмотрите, увидите знакомые лица, фамилии, 7 паспортов. До свидания.